Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Сегодня 5 мая. Вон у нас уже, посмотрите, как все зелено. Даже не успеешь оглянуться. Весь парк уже все, все деревья покрыты такой красивой молодой листвой. Красота. Все цветет, пышет. Деревья уже отсвели. Груши отсвели. Яблони отсвели. Вишни тоже отсвели. Но сегодня будем говорить не о красоте сада, а о таких вредителях, как улитки. Сейчас я вам покажу. Будем на них охотиться, так сказать. Эти милые, в кавычках, создания нам очень портят нашу прекрасную жизнь. Вот, смотрите, взяла ведро. Не просто так, ведро. Потому что, если не полное, ну половину точно соберу. Будем смотреть. Вот охота началась. Вот она, красавица, в кавычках. Милое, рогатое существо. Кидаем ее. Пойдемте дальше. Это практически, как схожа с охотой. Охотой по грибы. Когда мы ходим по грибы, вот так же наклоняемся, так же этих красоток собираем. Вот они они. Вот они они. Вот они они. Да такие здоровые. Прям здоровые. Видите? Красавица какая. Крошки у нее такие. Конечно, если где-то в другом месте, в каком-нибудь аквариуме, то она, может быть, и красотка. Можно с ней поговорить. Вот она она. Достаточно большая улитка. Тяжелая. Опускаем ее в ведро. А вот у нас практически, посмотрите, по периметру парк. С одной стороны вот здесь зелень, река. Все пышет, благоухает. Вот. И очень хорошее создает условия для этих улиток. Собираем. Собираем. Это особенно, знаете, после дождя. После дождичка они так активизируются. Вот. Потом еще по второму кругу пойдем их собирать. Еще и пищат. Это же сколько у нас грозы-то и уходит. Гроза такой порошок от улиток. Посыпаешь, они его съедают и, в принципе, отдают Богу душу. Ну, тоже сейчас такой 100 грамм пакетик стал, был 75 рублей. Сейчас 115, 120 даже. Я вчера заходила, 120 рублей. Ну, конечно же, но цветы я сыплю. Под цветы. Потому что, ой, по первой сте я не знала. Первый год посадила цветочки. Рассаду утром пришла, а там остались одни палочки. Все, цветочков нет. И вот этой грозой спасаемся. Рассада молодая пока. Вот, сыпем эту грозу. Без нее никак. Потому что все съедает. Съедают за ночь улитки подчистую. Они днем прячутся, а ночью выходят на свою охоту. Пойдемте собирать дальше. Гроза, конечно, хорошо, порошочек. Он помогает от улиток. Но ручной способ никто не отменял. Потому что иначе их разведется очень большое количество. Это же сколько надо килограмм этого порошка. За сезон у нас уходит очень много. Особенно после дождей. Всегда собираем сухую погоду. Они прячутся. Прячутся по своим норкам. Их не видно, не слышно. Как только прошел дождичек, активизируется. Вот сейчас в 7 утра. Пошла их собирать, пока они не попрятались в свои норке. Вот прошлась немножко по периметру. Малины. Вот, насобирала пока столько. Ну, почему их мало? Потому что я несколько дней назад собрала полное ведро. Ну, я не стала снимать. Потому что было холодно и шел дождь. Невозможно было снимать. Но я все равно ходила и их собирала. Потому что они активизировались после зимы. И прям, знаете, прям много их было. Много насобирала ведро. Да, не 10-литровое, 7-литровое ведро собирала. Насобирала. Но сейчас подождите. Это еще не все. Сейчас пойдем еще в другое место собирать. Улиточная охота только началась. Вот я подошла к ломбочке цветами. Здесь в основном у нас солнечное место. Вот бересклет посадила. Они не боятся засухи. Вот, пожалуйста, улитки посмотрите. Здесь вот мы посыпали вот этой грозой. Вот порошочек такой синенький. Вот они пришли ночью покушать. Вот уже лежат все. Вот она, красотка, пришла. Накушалась. Тоже поела. Будем собирать отсюда и выбрасывать. Пойдем дальше. Они еще очень любят хосты. Ну, не все. Вот есть, которые с жесткими листьями. Они как-то не очень предпочитают. А вот немножко понежнее. Тоже любят. И ну, раз летом стоят в дырочках. Ну, стараюсь не допускать. Я под хостами сыплю всегда вот эту грозу. Так же их жалко. Они же такие красотки у меня. Вон хост. Мне все их мало-мало. Хочется еще. Здесь вчера приезжала подруга. С Тульской Леной. Мне еще три хосты привезла. Я и колеусы. Она мне хосты. В общем, такой обмен. Вот. Вон они все уже повылазили. Еще маленькие, но очень красивые. Ой, зеленый островок. Какая кудрявая, красивая. А вот под этой хостой фиалочки у меня. Ну вот, нашла ее. Видите, она к моей хосте, видать, подбиралась ночью. Ну, вроде нет. Дырочек нету от укусов. Видно, они бывают прям все листики дырявые. Я их очень люблю. Мне их жалко. У меня их, так, двадцать два. Двадцать четыре хосты разных. Вот. И надо за всеми усмотреть. Уследить. Вот она, собираем ее. Вышла из калитки к реке. Геага наша разлилась. Ну, немножко скоро опять в свое русло придет. Даже колес не видно. Пойдем и собирать по периметру участка тоже этих красоток. Он уже ирис рассвел. Мы сюда садим все цветы, которые нам не нужны. Уже много. Вот сюда посадили. Здесь и пионы, и ирисы, и лилии скоро расцветут. Ну, пойдемте дальше собирать. Вот сейчас вот здесь вот кромка-кромка леса. Вот уже на заборе. Вот они здесь, их должно быть много. Они прямо отсюда, и к нам... Ну, вот они, они, красотки, и к нам ползут в сад. Нам это точно не надо. Вот она. Сейчас возьму перчатку. Вот она ползут. Вот она ползут. Вот представьте. Смотри, какая такая радость. Вот она. Вот она. Вот она. Так что насобираю еще. Насобираю сейчас. Вон их много. Даже отсюда видно. Ну, правильно, такие заросли буйные. Что им. Так главное, что интересно, вот им здесь только зелень. Ну, ешьте вы, жрите вы эту зелень. Как по-русски сказать. Ну, ешьте вы, наслаждайтесь. Нет, надо вот именно вот, именно туда вот, куда вот, вот, куда им не надо. Гурманы, блин. Вот я вышла из калитки уже. Посмотрите, сколько насобирала. Достаточно такое тяжелое ведро. А ведро 10-литровое. Не знаю, но уже вот ближе к половине. Они, они, красотки. Вот я, когда первый раз на юг приехала, несколько лет назад, в Анапе или в Геренжике, уже не помню, увидела вот эту улиточку. Она такая хорошенькая. Была, стояла, ползла по тротуарчику. Я там ее сфотографировала. И так, и так. Она такая прям милая мне показалась. Ну, вот, сейчас вспоминаю. Думаю, да. Обстоятельства меняются, конечно. Вот сейчас посмотрела, прошлась по своему цветнику. Я за ним слежу, как зеница ока. В принципе, здесь у меня их мало. Очень мало. Да, потому что я их не допускаю, вот эту ораву к себе. Ну, вот, скоро буду высаживать однолетки. Вот, надо будет глаз да глаз сыпать. Пока они молоденькие, надо под ними везде сыпать эту грозу. Потому что там не уследишь. Кустов будет много. Могут за одну ночь поесть всю мою красоту. Скоро вигела. Скоро вигела. Вот, смотрю уже. У меня красная вигела. Красотка. Зацветает. Здесь вот хочу вот этого страшненького забора пустить ее прям. Она будет высокая. Ее можно стричь, а можно прямо по заборчику. Такая длинная, может до двух метров даже расти. Ладно, что отвлеклась. Пойду я. Сейчас еще выйду на улицу за калитку. И пособираю там немножко этих улиток. Хочу сказать, что улитки в принципе не едят помидоры. Не едят огурцы на улице. Вот одно радует. Не знаю как, но у меня я не видела, чтобы были помидоры. Ботва была погрызана улитками. Вот. Опять отвлеклась. Встала здесь возле клумбочки своей. Вот. Надо выйти за забор и пособирать. Не могу пройти мимо. Сейчас живучка так красиво теняет. Прям красота. Вот. Ладно, пойдемте за калитку выйдем. Вот. Сегодня улов не такой большой. Где-то пол ведра 10-литрового. Вот. Много получилось, конечно. Не так много. Мы, бывает, даже и два ведра собирали. Просто я сейчас не пошла туда в дебри. Потому что он траву недавно покосил, Валера. А она опять вон там выросла. Я туда не пошла. Не хочу. Вот. Как покосит, потом уже будет проще. Вот. Вот так вот. Вот такая вот у нас сегодня охота получилась. С вами. Раньше я не знала, что с ними делать. Потом подсказали кипятком. Вот я кипятила чайник и заливала, заливала их. Вот. Потом отдавала даже курам бывало соседским. Ну, у них своих хватает. Потом куры сказали нам, хватит, мы уже не хотим. А еще нам подсказали, вот, выйти на трассу. Вот у нас она рядышком, в принципе. И насыпать на дорогу. Вот сейчас мы так и делаем. И их буквально вот через 10 минут от них уже ничего не остается. Их машины давят. Вот такая вот методика. Не знаю, как у вас. Может быть, подскажете что-нибудь. На улице сегодня пасмурно. Вот уже шелковица наша красоточка. Скоро ягодки у нее будет. Но потом еще покажу. На этом свой репортаж заканчиваю. Сегодня с вами поохотились на славу. До новых встреч. До свидания.